Всем привет! Сегодня на моем канале нестандартное видео. Такого формата я еще не снимала. В преддверии нового года я решила вас немножечко развлечь и больше вам рассказать о себе, а не о моих собаках. Я очень надеюсь, что вам будет интересно поближе со мной познакомиться. Но мне, кстати, будет очень интересно узнать, что же вы все-таки обо мне думаете и какое у вас я создаю впечатление. В общем, я предлагаю поиграть в игру. Правда, неправда. Но играть мы с вами будем сегодня не на интерес, а на подарки. Ведь у нас Новый год, и какой же Новый год без подарков? Среди тех, кто ответит правильно, мы совместно с компанией Краски.ком разыграем мой мерч. А что именно и как мы будем разыгрывать, вы узнаете в конце этого видео, поэтому обязательно досмотрите до конца. Итак, я сегодня назову вам 25 фактов. Фактов и историй из жизни. Из этих 25 фактов 20 будут правдивыми, то есть реальными, а 5 я придумала. То есть это будет неправда. Я предлагаю вам найти и определить эти 5 неправдивых фактов. Запоминайте или записывайте порядковый номер этого факта. Кстати, он будет появляться вот здесь в уголочке. Я думаю, что некоторые истории удивят даже моих постоянных и очень активных подписчиков. Ну что, поехали! Итак, сразу первый факт. Мое имя в паспорте не Дарина, а Дарья. Когда мама пошла регистрировать ребенка, то есть меня, в паспортный стол, то выяснилось, что на то время имени Дарина не существовало официально. И она не решилась называть меня выдуманным именем и записала как Дарья. Но никогда никто в моей семье и все те, кто очень хорошо меня знают, мои друзья и близкие, не называют меня Даша. И я, если честно, на это имя даже не откликаюсь. Дарья, я только по паспорту. Ну и раз мы уже заговорили о паспорте, то я рискну и назову свой возраст. Хотя, конечно, девушкам неприлично говорить о своем возрасте, у них никогда об этом не спрашивают. Но я не стесняюсь своего возраста, да, и мне редко его дают, то есть я как бы на него не выгляжу. В общем, я родилась 11 августа 1985 года, и в следующем году мне исполнится 35 лет. В детстве я очень мечтала стать актрисой, поэтому в 15 лет я поступила в школу актерского мастерства. Параллельно я занималась модельным бизнесом, я участвовала в конкурсах красоты, выступала на показах. Затем я окончила курсы дикторского и ораторского искусства. Ну и как видите, мне все это пригодилось, потому что сейчас я работаю блогером, и благодаря этого я довольно свободно и раскрепощенно чувствую себя перед камерой. У меня два образования. По первому образованию я преподаватель музыки, ну или артист сцены. Я закончила музыкальное училище по классу фортепиано. Я с пяти лет профессионально занималась музыкой. Второе образование у меня экономическое, то есть я по профессии дипломат. Я с красным дипломом закончила факультет международных экономических отношений. Вы спросите, пригодилось ли мне как-нибудь это в жизни? Я скажу, пока что никак. Так сложилось, что в детстве, то есть в школьные годы, а потом даже в институте, у меня никогда не было собак, то есть у моей семьи не было такой возможности. И когда я выросла, вышла замуж, то первым делом мы с моим мужем купили нашу первую в жизни собаку. Лиску. Ну, а уже потом со временем появились остальные. Когда у нас появилась маленькая лизунька, я ничего не знала о собаках. Вот абсолютно я стала активно читать, брать уроки у кинологов, заниматься. Ну и уже через какое-то время я решила вести свой блог о собаках. Кстати, о муже. Многие «добрые» подписчики часто мне пишут в комментариях, что, мол, мне нечего делать, что я трачу время постоянно с собаками, лучше бы мужчину себе нашла. Я, конечно, искренне считаю, что это не их дело, но все-таки отвечу. Я замужем уже почти 7 лет. И мой муж абсолютно разделяет мою любовь к собакам и во всем меня поддерживает. Я не умею плавать, а особенно нырять. То есть максимум, сколько я могу проплыть, это, ну, наверное, метра три. Поэтому, когда я еду на море, я обычно чаще всего провожу время на пляже, в тенечке, лежу на шезлонге и расслабляюсь. Но в одно время очень сильно загорелось, и мне захотелось стать сертифицированным дайвером. И у меня даже почти это получилось. Я полностью сдала на отлично всю теорию, уже занялась практикой. И вот во время одного из практических занятий, к сожалению, я получила себе довольно серьезную травму. И после этого я с аквалангом не погружалась и в ближайшее время даже не хочу. Несмотря на то, что я, в принципе, не сильно так худенькая, стройная девушка, ну, чего скрывать, так и есть. Но у меня довольно миниатюрные руки и ноги. Мой размер ноги 35-й. Я, конечно, знаю, что у девушек бывают еще меньше ножки, 34-го, 33-го, но я вам скажу, что довольно трудно подбирать обувь 35-го размера. Обычно линейка начинается с 36-го. Размер кольца у меня 15-го. Если что, вдруг вы не знаете, это тоже считается довольно редкий и маленький размер пальчика. Я уже 5 лет за рулем. Я обожаю водить машину и очень кайфую от быстрой езды. Но так как в городе быстро ездить нельзя, я, конечно, себя сдерживаю, иногда бывает нарушаю, каюсь, но что есть, то есть. В общем, любая поездка за город для меня это настоящий праздник. Я включаю любимую музычку, беру с собой мужа, кидаю на задние сиденья собак и вперед, навстречу приключениям. Я зациклена на порядке. И своих домочадцев, своих родных я прошу, а иногда даже требую его соблюдать. Вот, например, я не смогу лечь спать, если знаю, что у меня не помыта посуда или где-то остался бардак. Я не могу сказать, что у меня идеальный в доме порядок, ну вот откровенный какой-то срач, он меня просто выводит. Я очень требовательна к себе и к остальным людям, и если честно, такая требовательность, она мне мешает. Поэтому я над собой работаю и вам советую. В 2010 году я принимала участие в первом в Украине шоу X-Factor. Это было невероятное масштабное шоу. Было очень интересно посмотреть, как это все снимается изнутри, как общаются с участниками, как все устроено. Я пела песню Глории Гейнер, а Вилл Сываев я выступила довольно успешно, удачно и получила все четыре да, то есть от всех судей. Но дальнейшее участие в шоу предполагало, так скажем, некоторые обязательства перед телеканалом, который устраивал это шоу, что в принципе логично. Контракт был довольно жестким, и я решила его не подписывать и не принимать участие в дальнейшем шоу. И если честно, я об этом не жалею. Я не катаюсь на аттракционах, вот от слова совсем. Еще в детстве моя мама поняла, что этот вид развлечений, он явно не для меня. Меня очень сильно укачивало, поэтому каждый поход в Парк Горького заканчивался поеданием сладкой ваты, ну и максимум катанием на обычных качелях. Кстати, за последнее время в нашем городе тоже заметно преобразились парки, включая Парк Горького. Он невероятный, просто восхитительный, с множеством крутых аттракционов. Вот если мне не верите, просто возьмите, прогуглите, посмотрите, он действительно крутой. Но, к сожалению, этот вид аттракционов, этот адреналин, он не для меня. Да, друзья, давно нужно было вам признаться, хоть это и сложно, но, в общем, я шопоголик. Я не могу вовремя остановиться во время шопинга и покупаю очень много ненужных мне вещей. То есть, только дома я осознаю, что купила что-то, ну, абсолютно лишнее, ненужное. Я постоянно превышаю лимиты на карте, муж ругается, но я не могу пройти мимо магазина одежды, особенно брендовой одежды. Это моя болезнь. У меня много одежды, но ведь, девочки, плачушек-то много не бывает, правда? С детства я не могу есть несколько очень прикольных и, самое главное, полезных продуктов. Это такие продукты, как банан, дыня, хурма, изюм и финики. Вот я не знаю, у меня какое-то к ним отвращение, стойкая нелюбовь. Я пыталась много раз попробовать их на вкус, возможно, что-то поменялось или я переросла, но меня тошнит, к сожалению, даже от одного их запаха. Но есть у меня и продукт, за который я, как говорится, готова родину продать. Это помидор. Свежий помидорчик, соленый, бочковой, вяленый, аджичка, томатный сок, кетчуп. В общем, я люблю все, что связано с томатами. А в семье меня называют томатная девочка. В детстве я была настоящая пацанка. Я дружила с мальчиками, играла в футбол, волейбол, хоккей. Несколько раз за лето я обязательно сбивала себе коленки. Мы бегали по двору, играли в казаки, разбойники. И вот такие вот активности и игры мне нравились гораздо больше, чем девчачьи игры. Когда мне было 5 лет, я упала с качельки на спортивном комплексе. То есть у нас дома был такой спортивный уголок. Я упала с качельки на перинку, но упала довольно неудачно и сломала себе руку. Но маме об этом сказать я побоялась. Я подумала, что она будет ругаться или переживать. Поэтому я 2 дня ходила со сломанной рукой. Потом мне уже наложили гипс, но, как говорится, беда не приходит одна. По воле случая, именно в это время я заболеваю ветрянкой. Ну, я была просто неотразима. Представляете? С гипсом и вся в зеленке. Еще один интересный факт из моего детства. Я очень сильно заикалась. То есть это было действительно сильной проблемой. Выйти к доске, рассказать урок для меня было, вот вспоминаю, просто настоящей мукой. Если бы мне тогда сказали, что в будущем я буду работать в разговорном жанре, то есть ведущей, блогером, я клянусь, я бы никогда ни за что в это не поверила. До ютюба и до этого блога мне довелось поработать на многих относительно работах. Сейчас я назову. Я работала ведущей на телевидении, работала диктором, озвучивала на радио какие-то там сводки новостей, озвучивала рекламные ролики. Также я работала ведущей шоу-программы в Дельфинарии и даже успела поработать в IT-сфере несколько лет. Я работала в HR-сфере, строила бизнес-процессы, какие-то планы, стратегии и так далее. Но все-таки я поняла, что творческая работа мне ближе. Я люблю покупать оригинальные мочалки для душа. Если где-нибудь в магазине я увижу мочалку, я не смогу пройти мимо, я обязательно ее куплю, даже если она мне на данный момент абсолютно не нужна. У меня даже есть, так скажем, небольшая коллекция. И чем оригинальнее мочалка, тем круче. А как вам такой факт? До этого года у меня не было ни одной пломбы. Я никогда не жаловалась на боль в зубах. Я посещала стоматологов только для процедур чистки зубов. Ну а правда в этом году я решила запломбировать такие самые маленькие, незначительные там, да, точечки. Мне поставили три пломбочки. И все потому, что я очень мечтаю поставить себе брекеты и выровнять зубы. Как и многие люди, я очень люблю путешествовать. В моем арсенале уже более 15 стран. Я была и в Узбекистане, и в Тибете. И мне, конечно же, не хочется останавливаться. Я хочу увидеть как можно больше. Мы не всегда путешествуем сами. Мы раньше часто брали с собой лиску. То есть по весу вместе с переноской. Она входит как раз в стандарты. Мы берем ее с собой в салон. Она не боится летать, чувствует себя спокойно. Ну и путешествовать она любит так же сильно, как и я. Я очень импульсивный человек. Чего скрывать? Это правда. Я люблю получать результат как можно скорее. Вот здесь и сейчас. Мелкая, кропотливая работа меня, по правде говоря, раздражает. И именно из-за этого качества на самом деле все мои диайвайки, они мне даются очень непросто. Но конечный результат. И те фотографии, которые вы мне присылаете с повторениями моих диайвайок, они меня очень сильно вдохновляют на новые идеи. Не люблю компьютерные игры. У меня нет ни одной игры ни на телефоне, ни на ноутбуке. Я начинаю раздражаться, психовать, у меня ничего не получается. И все это быстро заканчивается выключением игры. Знаю, что кого-то наоборот это расслабляет или бодрит, но не меня. Ну и 25 факт. Я мечтаю создать свой бренд. Одежда для собак, амуниции и аксессуары. Вы знаете, что я очень люблю диайвайки, особенно лежанки. И мне бы в будущем очень хотелось создавать авторские классные вещи, которые будут радовать вас и ваших хвостиков и дарить вам только положительные эмоции. Ну что, ребята, как думаете, какие факты обо мне это неправда? Пишите пять циферок в комментарии. И, кстати, там же в комментариях не забудьте указать свой инстаграм или любую другую социальную сеть, чтобы мне удобно было с вами связаться. Ну и еще по поводу условий, помимо правильных ответов, вам необходимо подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, на мою страничку в инстаграме и на инстаграм краски.ком. Ссылочки вы найдете в описании под этим видео. Ну а подарки такие. Всем подписчикам, которые определяют три из пяти неправдивых фактов, мы дарим скидку 30% на любую позицию из моего мерча. Среди всех подписчиков, которые найдут четыре из пяти неправдивых фактов, я разыграю пять футболок Дорины Свит. Рандомно выберу с помощью программы. Ну и, наконец, если вы отгадаете все пять неправильных фактов, то у вас есть возможность выиграть толстовку с нашим принтом. Кстати, у победителя есть возможность самостоятельно, по своему желанию, выбрать цвет, размер и дизайн принта. Футболки или худи. Результаты мы подведем поближе к Новому году. Я планирую снять отдельный ролик, где расскажу все-таки, да, где была правда, что я придумала, ну и назову имена победителей. Не стесняйтесь, участвуйте, почувствуйте, проверьте свою интуицию, где была правда, а где ложь. Ну что же, на этом все. Вы меня узнали капельку лучше, я надеюсь. И желаю вам отличного, хорошего новогоднего настроения. И увидимся на канале совсем скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok